О скорой помощи министра здравоохранения просят и работники Экибастузской неотложки. Водитель или главная медсестра станции заявляет о многочисленных нарушениях, в том числе об использовании просроченных препаратов, перезагрузках и манипуляциями с GPS-трекерами. Господин Бертанов, можно, пожалуйста, обратить внимание на станцию скорой помощи города Экибастуза? Водитель Вячеслав Исаков 25 лет крутит баранку спецтранспорта и говорит, что сейчас самые непростые времена. Машин не хватает, но решается этот вопрос своеобразно. Категория первого вызова, она идет до 15 минут выезд. У нас то, что нехватка машин, получается, они перебивают категорию, и она идет уже как четвертая категория, и все, они специально до часа. Мы водители, мы приезжаем, на нас нападают. Почему вы так долго едете? А главная медсестра подстанции дорабатывает свои последние дни. Она уверяет, что ее должность сократили из-за ее принципиальности. Она нашла просроченные препараты. Видео и информацию передала руководству, но ей посоветовали не лезть. Адреналины идут до 01.18 года, до 06.17 года. Я нашла просроченные препараты адреналин, фуросимид, этамзилат. Наши врачи и фельдшера выезжают к больным и делают эти просроченные препараты. Но это может обернуться, конечно, шоком болевым. Анафилактический шок могут получить. И в конце реанимация будет. После этого начались гонения, говорит Асия. Сначала принципиальной сотруднице предложили уйти по собственному желанию. А потом нашли другой выход. Через две недели мать четверых детей официально станет безработной. Но ее обращение рассмотрели в управлении здравоохранения области. На станцию уже приезжала комиссия. По результатам проверки факты частично подтвердились. Несоответствие сериям, указанных в документах, выявленных по пяти препаратам, рекомендовали провести ревизию. Была обнаружена ампула препарата Этамзилата с встёкшим в 40-м годности. Данная ампула у нас нигде не числится. Утром каждая смена принимает у нас приём препаратов, чемоданных укладок. В составе, ни в списке, ни в журнале, ни в чемодане данной ампулы не было. Но факт обнаружения был. И всё же очевидно, что в службе неотложки что-то происходит. За полтора месяца отсюда уволились около 20 человек. Конечно, у всех своя официальная причина для ухода. Но те, кто остаются работать, уже не стесняются просить о помощи.